Всем привет! Смотрите как работать с менеджером логических томов LVM в операционной системе Linux. Как его установить, создать логический том, смонтировать его и как восстановить случайно удаленную информацию с такого раздела. Друзья, если вам нужно восстановить удаленные данные, просмотреть или восстановить очищенную историю интернет-браузера, то в этом вам помогут программы компании Hetman Software. Перейдите на сайт по ссылке из описания, бесплатно скачайте и установите нужную программу, запустите анализ диска. Утилиты отобразят доступные для восстановления данные и вы сможете просмотреть и вернуть их. На нашем канале и в блоге вы найдете решение любого вопроса, начиная от установки системы, ее настройки и исправления возникающих проблем и ошибок и заканчивая оптимизацией работы мобильных устройств. Наши специалисты с радостью ответят на ваши вопросы в комментариях к роликам или статьям. Если вам нужно без приостановки приложений, размонтирования и переразметки диска создать один или несколько дополнительных логических томов для хранения информации или объединить несколько накопителей в один, опции данной утилиты будут как раз в стате. Менеджер логических томов LVM – это опция управления дисками, которая доступна для каждого дистрибутива Linux. Менеджер томов обеспечивает уровень абстракции между вашей операционной системой и дисками, разделами которые она использует. При традиционном управлении дисками операционная система сначала ищет доступные накопители, а затем смотрит какие разделы доступны на этих устройствах. С помощью LVM диски и разделы можно абстрагировать, чтобы они содержали несколько дисков и разделов на одном накопителе. При таком построении операционная система не заметит никакой разницы. Менеджер будет показывать операционной системе только те группы томов, диски и разделы, которые вы настроили. Это очень мощная система управления томами с данными. Она позволяет создавать поверх физических разделов логические тома, которые в самой системе будут видны как обычные блочные устройства с данными, как обычные разделы. Основные преимущества менеджера в том, что во-первых одну группу логических томов можно создать поверх любого количества физических разделов, а во-вторых размер логических томов можно легко менять прямо во время работы. Кроме того LVM поддерживает механизм снэпшотов, копирование разделов на лету и зеркалирование подобное RAID 1. Если вы планируете первый раз воспользоваться функциями LVM сперва его нужно установить. Для установки выполните следующую команду и затем YES для подтверждения. В некоторых версиях Linux менеджер логических томов установлен по умолчанию. Проверить это можно выполнив команду LVM в окне терминала. После установки менеджера можно приступать к управлению дисками. У меня есть три пустые неразмеченные жестких диска по 300 гигабайт без каких-либо разделов. Проще всего разметку диска осуществить с помощью утилиты управления дисками. Жмем по нужному диску и открываем дополнительные параметры. А затем форматировать. Указываем имя и файловую систему. Далее еще раз форматировать для подтверждения. Далее понадобится пароль от учетной записи администратора. Диск размечен. Повторяем операцию с каждым неразмеченным накопителем. Также диск можно размять через терминал с помощью fdisk. Входим под root в sudo i, вводим пароль, а затем выполняем следующую команду, где sdb это неразмеченный диск. Прежде чем продолжить убедитесь, что вы указали нужный диск, так как вся информация будет затерта. Вводим n новый раздел, p основной, 1 первый раздел, затем enter, enter. Теперь нужно подготовить раздел для использования lvm. Пишем t, изменим тип раздела, а затем 8e, присваиваем тип lvm. Проверяем настройки раздела p. Как видите все прошло успешно, появился размеченный раздел sdb1. Записываем изменения w. Таким образом делаем разметку всех неразмеченных дисков. n новый раздел, p основной, 1, enter, enter, t, 8e. Проверяем настройки раздела p. Записываем изменения w. lvm. Далее, чтобы создать физический том lvm, на только что добавленном разделе вводим следующую команду pvcreate и повторяем ее для каждого из дисков. Теперь соберем из трех дисков группу томов. Для этого достаточно будет одной команды vgcreate. Где wg1 это имя новой группы томов, назвать ее можно как угодно, но рекомендуется поставить перед именем wg, чтобы знать дальнейшем, что это группа томов. После объединения дисков в группу можно создавать логические тома, которые будет использовать lvm. Чтобы создать логический том выполните следующую команду lvcreate, где l определяет размер логического тома, в данном случае 10 гигабайт, команда n дает имя тому, а ссылка на vg1 указывает с какого тома получить пространство. Если на диске есть какие-то данные, система предупредит об этом. Осталось отформатировать том в управлении дисками и смонтировать его. Как видите в управлении дисками появился новый раздел, жмем по нему и открываем дополнительные параметры, а затем форматировать. Указываем имя и файловую систему. Далее еще раз форматировать. Вводим пароль рута, а затем кликаем по клавише монтирования. Вот и все том готов к использованию. Если нужно отформатировать его через терминал введите команду mkfs, файловая система x4, имя группы и имя тома. А для монтирования введите mkdir, а затем mount. Том смонтирован. Одним из преимуществ логических томов является возможность на лету добавить новый жесткий диск и расширить группу томов. А если в группе есть неиспользуемый и жесткий диск, вы можете удалить из нее этот накопитель. Существует три основных инструмента для увеличения или уменьшения физических томов, групп томов и логических томов. Resize может сжимать или расширять физические и логические тома, но не группы томов. Extend может делать группы томов и логические тома больше, но не меньше. Reduce может делать группы томов и логические тома меньше, но не больше. Чтобы добавить новый жесткий диск в группу томов, сперва нужно его разметить. Как это сделать, я уже говорил ранее. Затем добавить нужную группу введя следующую команду WG Extend, где WG1, имя группы и SDE1 новый уже размеченный накопитель. Для отображения детальной информации о дисках, из которых состоит LVM группа, выполните команду PV Display. Здесь указан путь к физическому диску, имя виртуальной группы, в которую он входит, информация о свободном и используемом пространстве, ID диска и другое. Для удаления логического тома, сначала нужно убедиться, что он отключен, размонтирован. Затем нужно выполнить команду LV Remove, после чего раздел будет удален. Также можно удалить и группу томов. Для этого сперва нужно размонтировать логический том, затем удалить его командой LV Remove. После успешного удаления вы увидите следующее сообщение. Далее можно удалить группу командой WG Remove. Ну вот группа успешно удалена, теперь осталось удалить все диски, входящие в эту группу. Команда IPv Remove. Все метки на физическом томе успешно удалены и все диски приняли первоначальный вид. Если вы вдруг случайно удалили важную информацию с логического тома LVM, вернуть ее вам поможет программа Hetman Partition Recovery. Данная утилита поддерживает восстановление утерянных данных с разделов, созданных с помощью менеджера логических томов, и вы без труда вернете вашу информацию. На данный момент нет дистрибутива программы Hetman Partition Recovery для операционной системы Linux, но она поддерживает файловые системы, используемые в Windows, macOS, Linux и Unix. Программа исправит любые ошибки логической структуры жесткого диска и вернет его содержимое. Запустить программу на операционной системе Linux можно с виртуальной машины, установить Windows второй операционной системой или подключить диски к компьютеру с уже установленной Windows. Как видите, программа без труда определила логический том и отображает всю известную о нем информацию. Сперва выполните быстрое сканирование. Жмем по диску правой кнопкой мыши «Открыть» «Быстрое сканирование». По завершению процесса программа отобразит найденную информацию в правой части окна. Удаленные файлы помечены красным крестиком. Если быстрое сканирование не нашло нужной информации, выполните полный анализ. Далее отметьте файлы, которые нужно вернуть и нажмите «Восстановить». Выберите место куда их сохранить и еще раз восстановить. По завершению процесса все файлы будут лежать в указанной папке. Итак, мы рассмотрели как создавать LVM разделы в Linux. Как настроить, увеличить, уменьшить, монтировать LVM в Linux и как их удалить. Теперь вы знаете насколько это мощная технология и сколько преимуществ она может дать не только на сервере, но и на домашнем ПК. А на этом все. Надеюсь данное видео было вам полезно. Не забудьте поставить лайк и подписаться на наш канал. Свои вопросы задавайте в комментариях под видео. Всем спасибо за просмотр. Пока.